Так, идем дальше. Потапенко, Дмитрий Валерьевич, предприниматель, пожалуйста. День добрый, уважаемые коллеги. Я постараюсь сэкономить время для других выступающих в воле и судеб. Я предпринимателю, занимаюсь ритейлом, производством продуктов питания, DIY, так называемым, ну и общепитом, веду бизнес в России и в четырех странах зарубежья. Ну, здесь вопросы, которые поставлены, значит, по поводу экономики и всего остального. Ну, во-первых, вызовов внешних я не вижу, извините, да, работая в Бельгии, Чехии, Болгарии и Китае. Значит, я, в общем, неплохо владею информацией, там работаю 9 лет, значит, всем, в общем-то, мы фиолетовы, скажу прямо. Поэтому, если отключить первую кнопку ТВ и изъять из нее ключевые четыре новости, то нам хохлы мешают, то нам еще кто-то не мешает, то и новостей не будет. Вот. А четыре нокаутирующих удары нанесены исключительно нашими экономическими властями. Это эмбарго преступное, которое введено конкретно под передел рынка, конкретными абсолютно присосавшимися к государственным чиновникам, компаниям, привело к отсутствию конкуренции и росту цен. Это запретительные и запредельные ставки кредитования, это нам не Обама их сделал. Это такой же указ об уничтожении продуктов, которые, непонятно, там, четырех гусей давят тракторами и далее по списку. Непонятно, зачем с показательными такими выступлениями. Это, безусловно, налог Рутенберга, который прекрасен в своей самой логике, потому что вопрос не в сумме, а в том, что уже мы трижды берем с логистической составляющей деньги. То есть у нас есть отдельно акциз, у нас есть отдельно дорожный налог, и теперь мы еще замечательный отдельный налог вводим. До этого, напомню, если кто забыл, точно так же помимо транспордеров вводили регистраторы на автомобиле и тоже почему-то не понимали, для чего это делать, но тоже штрафовали, и логистика подросла. Поэтому все эти удары, они нанесены искусственно, искусственно нашими. Тут очень хочется сказать, что, когда идет речь о том, что нужно ли менять экономический курс, очень хочется задать вопрос, кому. Вот просто я хочу увидеть этого человека, потому что, ну, там, 25 лет в российском бизнесе, да, в целом, когда я общаюсь с государственными чиновниками о воле и судеб, я вынужден с ними общаться. У них все хорошо, у них все отлично. И поэтому замечательно, конечно, послушать очередной посыл куда-то вдаль. Я его слушаю там очередной раз. А после этого приезжаешь, приезжает тебе налоговый инспектор, да, и проверяет компании, даже которые, собственно говоря, не подлежат проверке. И я напоминаю, что если кто это забыл, кто-то, кто в реальном бизнесе работает, то два года назад была такая ситуация, когда проверяли компании, даже три года не отработавших, с формулировкой следующей. Три миллиона в акт, полтора нам, и придумайте, что в акт писать. И это было по массово и далее по списку. Точно такая же история, собственно говоря, с тем, когда идет разговор о том, что предпринимателей не надо закрывать до суда. Два года назад эту историю, что называется, по всем каналам просвистели. Тогда было закрыто 3,5 тысячи предпринимателей. Прошло два года, 6,100. Поэтому хочется уже, знаете, у меня, по-моему, такая обратная, по крайней мере, у меня зависимость, да, чем меньше о нас заботится, тем похоже мы больше на свободе. И, по крайней мере, меньше закрывается. Напомню, те, кто забыли, значит, за последние три года с российского рынка ушло 56 крупных сетей различных, различного направления, одежных, там, диайвайных. Я уж не говорю про количество закрытых заводов, в том числе иностранных. Поэтому, конечно, то, что мы там все в огне и в войне, это, конечно, классно. Но со стороны выглядит это ужасно. Потому что, еще раз говорю, когда вот волей судеб я вынужден работать там в том же Китае, ну, как Китай относится к нам, ну, неплохо было бы читать прессу на национальных, как говорится, языках. Поэтому не надо сравнивать 13-ю экономику мира и 1-ю экономику мира. Это все равно, что вы будете сейчас дружить с третьеклассником. Почему-то как-то к вам будут относиться весьма так к неким шизофреническим таким аспектам. Поэтому Китай для нас всего лишь очень тяжелый, я подчеркну это слово, тяжелейший партнер. И очень, скажем так, под большим вопросом, партнер ли он нам. Ну, а я уж не говорю, как мы умудрились поссориться с Европой. Вот, поэтому, еще раз говорю, вот основная проблематика, она не в том, что там написать новую программу. К сожалению, чиновники ко всем этим программам относятся очень конкретно. Если эта программа затрагивает его ведомство конкретно, то она встает в штыки. Если она затрагивает чужое ведомство, с которым он в контрах, то эта программа принимается на ура. И поэтому диалог бизнеса и власти происходит последние 20 лет, как диалог мясника с коровой. Ласково заглядывая в глаза и держа нож под горлом. С вопросом, а что у нас сегодня, говядина или молоко. Поэтому очень хочется, чтобы наконец-то о нас забыли, как забыли в свое время в 90-х. Бандиты 90-х, конечно, были сволочами резкими. Но, надо сказать, налоговый, таможенный и АБЭП, я боюсь, что существенно хуже. У меня все. Спасибо. Владимир Владимирович, к вам вопрос. Дмитрий Иванович, если позволите, несколько вопросов. Очень понравилась динамика вашего пламенного выступления. И я понимаю, что, наверное, вы не знакомы с тем, как те же самые украинцы вместе с немцами цивилизованными разорвали контракты и прекратили поставку газотурбинного оборудования, сорвав программу. Я не из Украины, я из России. Вот я задам вопрос, а вы ответите. Да, конечно. То же самое, как цивилизованная ДМГ Морисеки перестала поставлять станки в наш гражданский сектор. Это как бы понятно. Я думаю, что подменять понятие ответственности проверяющих за нарушение закона, прокурорских, АБЭПовцев и прочих, наверное, нужно. Но давайте мы не будем говорить о белоснежном российском бизнесе, который не нарушает законы. И каждые три года открывать новую компанию для того, чтобы не попадать под проверки, это не самая мудреная схема. И я более чем уверен, что... Вы меня сейчас хотите... Простите, извините, что я вас перебиваю. Вы можете дальше не продолжать. Мы практически просто... Вы поймите правильно. 25 лет, я в каждый кабинет приходишь, и весь диалог, он именно так. Нам лечит, нас лечит, как нам вести бизнес. А я, простите, веду бизнес 9 лет за рубежом. Я вам просто приведу простой пример. У меня проверок ноль. Слово ноль вообще. За этот год у меня 25 проверок. У нас 30, чтобы вы знали, 36 контролирующих органов, 600 подзаконных актов. За рубежом, чтобы открыть один и тот же бизнес, и здесь, и там, издержки в 4 раза меньше. И количество кодексов, там всего 3 кодекса. И почувствуйте разницу. Мне нравится ваш пафос, вне всякого сомнения. Я просто хотел до конца сформулировать вопрос. Хотя, если бы вы действительно на зарубежных рынках работали, вы бы увидели, как в цивилизованной Швейцарии, цивилизованные швейцарские банкиры находят причины не отдавать те деньги, которые размещены... Я 9 лет там работаю, извините. ...под различными предложениями. Я 9 лет там работаю. Я возглавляю комиссию по противодействию коррупционных... Я не знаю комиссию. Я 9 лет там работаю, простите. ...в Швейцарии. И проблем там не меньше. Мне просто хотелось... Это вам так кажется? Вот когда вы будете своими деньгами, руками делать, а не комиссию возглавлять, знаете, разница есть свечку держать и руками работать. Я думаю, что... Последняя ремарка, да, Константин Анатольевич? Я думаю, что мне понятна разочарованность нашей оппозиции, когда дальнобойщики не вышли под политические лозунги, пытаясь решить экономические проблемы. Вы меня в оппозицию не вписываете, это раз. Когда мы называем законы, которые работают во всех странах мира под сбору большегрузов... В Европе это не вызывает вопросов. В Белоруссии не вызывает вопросов. Подождите, трижды еще раз, я еще задаю конкретный вопрос. Трижды транспортный налог в топливе и еще налог Ротенберга. Вы уж как-то определитесь, чтобы с этой овцы брать одну шкуру. И проблема только в этом. Если вы под конкретную контору перепиливаете всю экономику, мы это знаем. Все, все, все. Так, уважаемые коллеги. Спасибо за дискуссию.